В эфире Народного телевидения «Хибины» программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях последних дней. С вами Михаил Ильисеев. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В больницу увезли четырех человек. Все они ехали в автомобиле «Жигули», который столкнулся с погрузчиком «Вольво». Сильнее всех пострадал водитель. Парня пришлось доставать из искореженной машины с помощью специнструмента. Кто именно виноват в этой аварии, еще не ясно. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах случившегося. Известно одно. ДТП произошло на встречной полосе в момент обгона. Водитель автомобиля «Лада-2107» при совершении маневра обгон, движущегося в попутном направлении погрузчика, который поворачивал налево, совершил с ним столкновение. В результате чего водитель транспортного средства данного получил серьезные травмы. И три пассажира также получили серьезные травмы, были доставлены в Апатитско-Кировскую больницу. В Новый год без водительского удостоверения. Такое ощущение, что некоторые жители наших городов поставили себе именно такую цель и идут к ней семимильными шагами. Причем для реализации достигнутого они действуют то ли очень нагло, то ли очень глупо. Лично я этого так и не понял. Смотрите сами, разбирайтесь сами. Сложно придумать способ более эффективно привлечь к своей машине внимание полиции, чем подрезать полицейский автомобиль, выезжая с прилегающей территории, да еще и двигаясь при этом без света фар. Именно такой дерзкий маневр осуществил Апатитчанин, управлявший Вольксвагеном Поло. Не обращая внимания на требования остановиться и работающие проблесковые маячки, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем все-таки заметил преследование и свернул на стоянку около торгового центра. Алкоголь употреблялись вы? Да? А почему за руль 7? Почему вы себе такой позволяете? Я прошу вас проследовать, вот вы. Мужчина едва держался на ногах и, казалось, вообще не понимал, что происходит вокруг. Однако, когда полицейский алкотестер нашел в выдыхаемом им воздухе запредельную дозу паров этилового спирта, водитель отчаянно запротестовал, мол, прибору не верю, требую освидетельствования в больнице. Но и в медицинском учреждении, как нетрудно догадаться, чуда не случилось. Теперь отчаянного пилота Вольксвагена ожидает суд. А это Кировск. Компания мужчин, приехавшая приятно провести вечер в одной из местных разливаек, кажется, делает все, чтобы привлечь к себе внимание. Даже если бы веселые кировчане взяли в руки транспаранты с надписями «Смотрите, мы все, включая водителя, пьяные и сейчас поедем кататься», и то, наверное, не добились бы такого эффекта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда «Шевроле Коптива» с нетрезвым экипажем внутри отъехал от рюмочной, то сразу же привлек внимание полицейских. Теперь весельчаку за рулем придется долгое время ходить в увеселительное заведение пешком. В прошлом выпуске нашей программы мы уже рассказывали вам о резонансном происшествии, случившемся в доме номер 2 на площади геологов в Апатитах. Здесь соседская ссора закончилась смертью дебошира, но история на этом не закончилась, она получила новое продолжение. Уникальный случай. Мужчина нанес потерпевшему два удара ножом, потерпевший скончался в больнице, а мужчину отправили на время следствия под домашний арест. В правоприменительной практике такое встречается крайне редко. А все из-за того, что при жизни покойный буквально терроризировал соседей, постоянно устраивая пьяные дебоши. Как мы уже сообщали неделю назад, очередной скандал в доме номер 2 на площади геологов закончился трагедией. Сосед сделал нетрезвому дебоширу замечание, тот обиделся, начал долбиться в дверь квартиры, после чего и получил те самые два удара ножом. Но другого постоянного гостя нехорошей квартиры, отца погибшего хулигана, случившееся ЧП не остановило. Он продолжает вести прежний привычный ему образ жизни, а в дом номер 2 на площади геологов продолжает наведываться полиция. Я думала, он мне дверь вынесет, поэтому запустила. Ну, откуда мне идти? Он что-то творил здесь? Ужас. А я при чем? Я думала, он мне дверь вынесет. Я подрягаю. Вон отсюда. У любого стороннего наблюдателя возникает циничный, но вполне резонный вопрос. Уж не случится ли в том самом доме очередной беды? Тем более, что оставшийся в живых дебошир ничего плохого в своих действиях, судя по всему, не видит. Самому-то не надоело, нет? Да, смотри, что делает она. Что делает? Ну что, она выгоняет меня. Я нормально все, веду себя спокойно. А кто, Ирландов? Заели меня. Это бабушка. У него дурном. Да. Конечно, 86 лет. Вы одному человеку уже жизнь испортили своим семейством? Вот испортил кто? Сосед. Вот ему вы испортили жизнь. Кому ему? Соседу вашему. Женок. Брыски. Довели до ручки человека. Довели до ручки человека. Он ему теперь тюрьма светит. Да? Нормально себя чувствуете? Хорошо? Остается лишь надеяться, что благоразумие в нехорошей квартире все-таки возьмет верх. Хотя надежда на это, честно говоря, весьма призрачна. И на сегодня у меня все. В эфире Народного телевидения Хибины был проект «Опасно для жизни». Мы с вами увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами и берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА